Всем привет! Сегодня в обзоре часы Casio G-Shock модель GA100 1A4 Конечно, этот обзор нужно было сделать еще лет 5 назад но я тогда не вел свой канал я посчитал, что это будет неправильно если такая популярная модель не будет присутствовать у меня в обзоре Итак, G-Shock цифроаналоговый это означает, что есть аналоговые стрелки и цифровая часть сразу хочу сказать, что обзор будет максимально откровенный и я укажу все недостатки этой модели в том числе тоже Итак, часы к пластиковым корпусам диаметр корпуса 48 мм толщина корпуса 15 мм стекло минеральное, оно утоплено носитель корпуса хорошо защищено вот этими выступами скоба металлическая с двойной застежкой вот задняя крышка, на ней все основные параметры 20 бар водозащита сделаны в Таиланде антимагнитный корпус крышка из нержавеющей стали номер модели GA100 а также номер модуля 5081 теперь немного подробнее о функциях в основном режиме отображаются часы-минуты, день недели, секунды вот в этом маленьком окошке а также часы-минуты в цифровом варианте или нажатием вот этой кнопки мы можем изменить и в этом окошке появляется месяц и число сегодня 10 октября сегодня 9 октября следующий режим режим секундомера кнопка старт сплит то есть это промежуточный результат через некоторое время часы возвращаются в режим секундомера и вот эта же кнопка стоп сразу хочу сказать что здесь есть функция измерения средней скорости но я вам скажу настолько мудренная что она вам точно не понадобится я даже не буду подробно на этом останавливаться потому что она совершенно бесполезная таймер таймер с двумя режимами режим однократного повтора вот эта стрелка указывает о том что режим однократный однократного повтора устроен для сейчас то есть по окончании звучит сигналы таймер останавливается также возможен режим автоповтора по которому по достижении нуля таймер запускается вновь следующий режим это мировое время путем перебора городов мы можем получить время интересующие у нас часовом поясе пять будильников один из них с режимом дремать дремать это значит сигнал повторяется каждые пять минут семь раз подряд для тех кто любит подремать при этом будильники очень простые то есть нельзя выставить конкретный день или дату просто установили или срабатывают или не срабатывают теперь хочу сказать о недостатках то что эффектно смотрится днем очень плохо смотрится ночью то есть вот эта красная стрелка часовая она совершенно не читаемая ночью и вообще хочу сказать что режим подсветки в этих часах реализован крайне неудачно несмотря на яркий светодиод он совершенно не выполняет свою функцию и совершенно ничего не подсвечивает давайте все это посмотрим я покажу часы на руке и покажу как работает подсветка вот так часы смотрятся на руке крупные эффектные привлекающие внимание то есть теперь давайте посмотрим как они выглядят ночью вот так часы выглядят ночью один светодиод в этой части мы нажимаем что мы можем увидеть мы можем увидеть только минутную стрелку и больше ничего возможно камера не все передает но поверьте в жизни это смотрится примерно так же вот я воспользовался фонариком который встроен в телефон вот в таком режиме все прекрасно видно а подсветка которая устроена в часы совершенно не позволяет ничего увидеть и так давайте подытожим неплохие яркие и функциональные часы но не без недостатков самый основной недостаток это подсветка ну а дальше подходит вам такая модель и нет решать вам на этом все всем спасибо пока до новых видео до новых видео до новых видео до новых видео до новых видео